Что произошло, жители дома поняли не сразу. В первые минуты решили, что случилось землетрясение или упал метеорит. А когда вышли на улицу, увидели это. Сидим, кушаем, развалились крышу. И все. Что, прям так сразу бабахли? Да, все соседи вискочили, мы думали, землетрясение или что там. Метеорит упал. А оказалось. А оказалось, крыша упала. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Впрочем, даже если кто-то бы и получил травмы, то привлечь к ответственности было бы некого. Этот дом не признан жилым. Некогда он принадлежал институту, и люди, живущие в нем, выкупили доли. Но пока перевести помещение в жилой фонд не могут. Договор таков был. Половину суммы мы отдаем за то, чтобы выкупить это здание у института, а половина идет на то, чтобы перевести в жилое. В итоге, значит, у нее какие-то проблемы начались. Она там вот нужна столько-то денег, столько-то, и мы вот доплачивали. В итоге она каким-то образом потихонечку нас ввела в заблуждение и выделила себе еще четыре доли. То есть получилось так, что сейчас вот эти четыре доли, они находятся у нее, и мы не можем с ней никак связаться, чтобы дальше, хотя бы своими силами, мы уже готовы там все это вот переводить, мы не можем с ней связаться, никак найти. И вот в такой ситуации, да, мы в прокуратуру писали и везде обращались, никто нам не может ничем помочь. То есть вляпались сами. К счастью, люди, буквально лишившиеся крыши, над головой без поддержки не остались. Ее обещает помочь починить приехавший на место ЧП заместитель главы городской администрации Сергей Николаев. Я вот сейчас привез с собой специалистов, вот юридическое управление, зам главы Южного округа Решетов Владимир Георгиевич. Значит, мы в принципе не бросим вас в этой ситуации, у нас есть предложение какого плана. То есть мы обратились в организации, которая здесь есть, в принципе обратились к депутату вашего округа, к господину Курникову. Он выделяет материалы, у него есть материалы, значит, лес, ну там не новый лес, а, ну скажем, который еще довольно-таки крепкий, добротный лес. То есть этот лес можно брать и начинать работы по строительству обрешетки. Жители признаются, не ожидали, что на их беду так быстро обратят внимание. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. По крайней мере, люди теперь знают, что делать и в какие организации обращаться, чтобы сделать свой дом жилым. Александра Петренко, Новости дня.